Несколько сезонов подряд мы снимаем выпуски прослушки на сцене пространства концерт студия тайм сегодня мы приглашаем вас за кулисы чтобы вместе с вами выяснить кто управляет пространством и временем весь звук получается делаешь ты да ну когда сами артисты как бы готовы на это что наша студия будет сводить да да каждый инструмент чистый исходный звук записывается сюда подорожечная дальше уже идет обработка звука ну стараемся сделать так чтобы было более натурально все никаких то там спецэффектов не делаем чтобы это не звучало как студийная запись а как живое выступление сложнее с чем работать вот самое сложное во время съемок самое сложное ну наверное это sound check как всегда со всеми договориться понять что нужно так чтобы не обидеть музыкантов сам ну выслушать всех подготовить для записи а дальше съемка это только веселье и наслаждение как будто на живом концерте мы всегда стараемся в зал вывести звук так как на живом концерте поэтому вся съемочная группа и мы в том числе и световик и я все кайфуем в зале когда идет съемка музыка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В камеру свет, например, там не бликовал или еще что-то, то есть как-то все это выстраивать. Но мы достаточно быстро пришли к консенсусу и все, никаких проблем. За три сезона был какой-нибудь любимый артист, да, или какие-то любимые артисты, которые вот больше всего нравилось работать? Да, DimaTorz, Whiskey & Beer Band, Вика Федорова от Jazz. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты выключаешь телевизор и пишешь мне письмо, мол, больше не могу смотреть на дерьмо. Больше нет сил, ты почти забил, но не забыл меня. И телефон звонил, хотел, чтобы ты встал, оделся и пошел, а точнее побежал, но только ты его послал. Сказал, что болен и устал, и в эту ночь не спал. Ты ждешь отверстия, больше надежд нету. Скоро кончится лето. Как вообще пришла идея организовать такую площадку, которая у вас называется концерт-студия Тайм? Как вообще появилось это все от идеи? Ну, концерт-студия Тайм, вообще Тайм это из-за часов, которые у нас на сцене, они нам достались по наследству от одной фотостудии, поэтому Тайм. Ничего тут какого-то смысла не зарыто сюда. А почему концерт-студия? Потому что изначально это была студия, наша реп-точка, нашей группы. А дальше мы просто решили немножко расшириться, так как позволяли площади организовывать здесь концерты. Фактически это клуб, да? Ну, тогда это клуб. Ну, ради чего, наверное, лучше сказать, ради кого? Ну, потому что ради вообще всех музыкантов, как прежде всего, даже не зрителей, а именно музыкантов, потому что клуб этот делался музыкантами, прежде всего для музыкантов. Поэтому и сцену старались сделать так, чтобы музыкантам было комфортно. И что здесь могут найти? Как концертную площадку, студию, реп-точку? Три в одном. Многие сюда приезжают именно репетировать концертную программу, так называемые финальные прогоны, чтобы именно привыкнуть к сцене. И, естественно, могут записываться, и некоторые записываются. Интересно было работать с группой «Электрический дом», потому что у них достаточно такие концептуальные песни, и без предварительной договоренности с ними или еще что-то, я на саундчеке послушал просто, о чем эти песни, какая концепция, ну и, соответственно, уже быстренько подстроился, и в процессе записи, то есть, ну, старался делать. Если это песня про зиму, я пытался на сцене светом сделать какую-то зиму. Если там теплая, солнечная песня, то, соответственно, как-то вот сделать это солнечным днем. Что случилось? Кто и зачем? Почему? Опять вырубил свет? Нет! Ты же можешь остаться здесь, а теперь ты уйдешь и никому не расскажешь. И черным по белому, черным по белому на граните жгут цветы. Мои пустые мозги в хлам разорвало на колеснице. Где же ты? Ведь ты была здесь, у меня на руке оставался твой след. Но этот след сожрал толпа, а вместе с ним тебя и меня. О, сильные руки, цепи и муки пытаются утащить меня. Нет, я останусь здесь. Приходите в мой электрический дом, подключайте в нем свои голоса. Этот праздник сегодня для нас с тобой. Учитесь, учитесь и никогда не забывайте меня. Когда закончится день, будет еще. Есть много чего уже делали из тяжелой музыки. Мне больше нравится такая, более музыка негромкая. Да, вот такой фолк, что-то, джаз, блюз, вот такое. С ними как-то мне проще работать, чем с тяжелой-то, с панками, с металлистами. Тяжелее, когда концерт, потому что съемки, как правило, все равно длятся не так долго. Плюс это разные группы, достаточно все быстро проходит, уши не успевают уставать. На съемках как-то легко и просто все. Как удается совмещать игру в группе, съемки, звук, работу? Совмещать вообще не получается. Группа как-то ушла на второй план, если честно. В третий сезон мы работаем. Все меньше и меньше репетиций. Потому что, опять же, не собраться всем. Можно сказать, что мы пожертвовали своим творчеством ради вот этого, своего нового увлечения. Мы устроим пикник на обочине, Если в пути так устанем мы, Если ноги будут наши промочены, Тогда мы будем жечь большие костры, И будет вдвоем нам с тобой так весело, И будет с тобой нам в пути легко, Наверное, ты уже все взвесила, Все против, все за, и отлегло. Автостопом по нашим галактикам, Автостопом по нашим мирам, Не спешай, голуба, мы начинь скам, Против ветра, на зло, все ветрам. Автостопом по нашим галактикам, Автостопом по нашим мирам, Не спешай, голуба, мы начинь скам, Против ветра, на зло, все ветрам. Так устроена ты, и я устроен так, Мы поймем все без лишних злот, И в движениях наших идет чьи такт, Надоели нам те пять углов. Нам с тобой лететь очень хочется, Нам с тобой танцевать под дождем, Нам с тобой наслаждаться не мучиться, Нам с тобой греться лучшим огнем, Автостопом по нашим галактикам, Автостопом по нашим мирам, Не спешай, голуба, мы начинь скам, Против ветра, на зло, все ветрам. Автостопом по нашим галактикам, Автостопом по нашим мирам, Не спешай, голуба, мы начинь скам, Против ветра, на зло, все ветрам. Вообще людям нравится вот это все, когда движуха происходит, съемки, тут же запись, какой-то творческий процесс, особенно молодые, вот они вот этим всем заряжаются. Да, дальнейшее творчество. Мы, я еще раз говорю, мы кайфуем от этого, готовы дальше работать и работать. Что бы хотелось, если помечтать будущее концерт-студии? Может быть в дальнейшем и перебраться куда-нибудь поближе к центру, ну просто ради охвата народа, чтобы больше народа приходило не с целью даже, наверное, заработка, потому что если бы у нас была цель заработка, то этого клуба уже, наверное, давно бы не было, а просто с целью знакомства жителей Петрозаводска и окрестных регионов, ну и вообще, кто сюда может еще доехать, вообще с живой музыкой. Если раньше собирался народ на любую группу, неважно, главное, что они играют живьем. Все собирались. Сейчас все сидят на ютубах, и живая музыка их не то что отпугивает, они не знают, что это такое. Они к этому не привыкли, они не ходят на концерты. И всегда очень интересно смотреть людей, которые приходят вообще первый раз, которых пригласил сюда какой-нибудь друг, и пошел он сюда только ради того, что вот друг сюда пошел. И после первых минут, когда музыканты на сцене выступают, и вот очень интересно смотреть, как у него эмоции начинают его захлестывать, и он потом говорит, что я никогда не думал, что это настолько круто. Продолжение следует. Увидимся через самое короткое время, через неделю. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok